Издательство Эксмо представляет. Дмитрий Рус. Играть, чтобы жить. Книга первая. Срыв. Текст читает Дементьев Илья. Особо важно только лично. Экземпляр единственный. Из аналитической записки президенту Российской Федерации. По итогам прошедшего 2030х года, из-за проявления феномена срыва мы потеряли 82 тысячи человек, что в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Однако нужно заметить, что исчезновение данных граждан в основном лишь усиливает генофонд нации и облегчает нагрузку на экономику страны. Среди добровольно ушедших в срыв более 89% являются стариками, инвалидами, безнадежно больными, асоциальными элементами, либо просто инфантильными и слабо приспособленными к реальной жизни людьми. Одним словом, социальный балласт. После введения 16-й поправки к закону об интернете и виртуальной реальности, ограничивающей пребывание в Вирте четырьмя часами в сутки, количество спонтанных срывов уменьшилось до 2600 случаев в год. Несмотря на то, что в США и странах Западной Европы время нахождения в Вирте ограничено тремя часами, мы не видим потребности в заимствовании данного опыта, тем более, что такой шаг вызовет сильнейшее противодействие железного лобби. Однако уже сейчас мы рекомендуем озаботиться созданием ряда заградительных мер для уменьшения постепенного свода на нет потока граждан, желающих добровольно воспользоваться феноменом срыва. Предлагаем следующие меры. 1. Законодательно ограничить степень детализации Вирт-миров. 2. Задать максимальный уровень конфигурации топовой комплектации капсул Вирта. 3. Принудительное ухудшение качества связи вплоть до псевдослучайных разъединений каждые х часов. 4. Полный либо частичный запрет на подключение к Вирт-мирам со степенью виртуализации более 40% для граждан определенных категорий как то. 5. Чиновники, военные, ценные научные сотрудники и секретоносители всех степеней. Глава 1. Месяц. У вас остался месяц более или менее полноценной жизни. Врач снял очки и устало прикрыл глаза. Я понимаю, что его профессия неизбежно превращает любого романтика в прожженного циника, но, похоже, лично сообщать такие новости пациенту было все же непросто. 6. Месяц. Повторил рано посидевший профессор. Тряхнув головой, он сжал губы в злую нитку и рубанул правду матку. 7. А затем все зависит от того, что у вас закончится раньше. 8. Запас здоровья, желание жить при всеусиливающейся боли или деньги на недешевую терапию и медикаменты. 8. Вы извините, что я говорю так резко и не завуалированно. Мне действительно очень жаль. Обычно диагнозы из списка мы сообщаем только родственникам, но данных о таковых вы не представили. 9. Извините. Мне кажется неправильным, если свой последний месяц вы проведете в больничных очередях. 10. Неоперабельная опухоль головного мозга, увы, это конец пути. 10. Современная медицина тут бессильна. Я рекомендую привести дела в порядок, отдать долги друзьям, может быть съездить на море с близким человеком. Доктор говорил что-то еще, но звук его голоса уплывал, слова доходили до меня с трудом. Застывшим взглядом я смотрел на руки врача, беспрестанно теребившие какие-то бумаги, а в голове билась только одна мысль. Как? За что? Мне же всего 31. Жизнь только начала налаживаться. Какой к черту рак? Лишь последняя фраза медика вдруг зацепилась в сознании. Современная медицина? Он сказал, современная? А медицина будущего? Она-то ведь наверняка сумеет. Я вскочил с тоскливо скрипнувшего кресла, которое смертельных приговоров слышало больше, чем скамья подсудимых, и скомканно, попрощавшись, бросился к двери. Не дожидаясь лифта, прыгая через три-четыре ступеньки, я рекордным темпом добрался до парковки и плюхнулся в водительское кресло своего Хундая. Достал из чехла коммуникатор, запустил браузер и наморщил лоб, вспоминая, что там бубнило радио по дороге на работу. «Мы продаем бессмертие, шанс на вечную жизнь, увидеть будущее своими глазами, центр продления жизни». Скрупулезно выверенные маркетологами слоганы прочно засели в голове, а вот нужная инфа никак не всплывала. Как же этот центр назывался-то? На попытку напрячь мозг голова ответила очередной вспышкой боли, перед глазами заплясали цветные круги, я поморщился и замер на секунду, пережидая приступ. Рука нащупала упаковку с обезболивающим. «Когда в последний раз принимал?» «В десять вроде». «После завтрака?» «Рано, значит, надо протянуть еще хоть пару часиков. Итак, передоз». Доктор вон пожурил слегка печень, мол, угроблю. Шутник. Блин, как же эта фирма называлась-то? Арканзас, Алькатрас, Алькор. Точно, Алькор. Быстро нагуглил телефон московского офиса и тут же набрал. Фонд продления жизни Алькор. Раздался мелодичный, наполненный искренним желанием помочь девичий голос. Эээ... Я запнулся. Здравствуйте. Хотел бы узнать по поводу криозаморозки. Куда можно подъехать и обсудить все детали? Конечно. Примите координаты для навигатора. Уже через сорок минут я парковался у навороченного бизнес-центра, где Алькор арендовал целый этаж. Подъем на скоростном лифте вызвал легкий детский восторг, испорченный новым приступом головной боли. Все-таки не выдержав, я на сухую проглотил обезболивающее, попросив таблетку передать пламенный привет печени. Пусть не обижается и не рассчитывает, что после моей смерти ее пересадят алкоголику-миллионеру. Менеджер по работе с клиентами была очень молода и вызывающе красива. Строгий деловой костюм дополняла пикантная изюминка в виде случайно расстегнувшейся пуговицы блузки, что слегка увеличивало зону декольте и будоражило фантазию. Однако, несмотря на возраст, речь девушки была профессионально поставлена, глаза внимательны и полны участия. В Штатах наша компания работает еще с 60-х годов. Сейчас у нас десятки центров по всему миру, да и на российском рынке криоуслуг мы уже 5 лет. Кстати, вам повезло. В связи с юбилеем у нас грандиозные скидки. Простите, прервал я рекламную речь. А как выглядит сама процедура? Ну и порядок цен тоже хотелось бы услышать. Конечно. После оплаты и заключения контракта вы получаете специальный медицинский датчик, который следит за здоровьем и связан напрямую с нашей реанимационной бригадой. В случае угрожающих состояний некоторое время бригада сможет находиться рядом с вами неотлучно. После получения официального свидетельства о смерти, медики приступают к операции по подготовке клиента к замораживанию. Погодите. Ошарашенно прервал я. Какого свидетельства о смерти? Вы собираетесь ждать, пока я умру? Менеджер понятливо кивнул, вопрос ей был явно привычен. Да, мы ведь не можем вас заморозить живого. По всем существующим законам это будет убийство. Поэтому вначале нам нужно получить юридический документ, удостоверяющий вашу смерть. После этого наши специалисты насыщают ткани организма клиента раствором криопротектора и начинают постепенно охлаждать тело. По завершении процедуры его транспортируют в депозитарий, где после окончательного замораживания клиент помещается в криостат, наполненный жидким азотом. Тело хранится в депозитарии в течение срока оговоренного в контракте. Как правило, до появления технологии, которая позволит вас оживить. Девушка радостно улыбнулась, как будто я уже был разморожен. И она с гордостью сообщала о спасении моей жизни. Однако перспектива дожидаться собственной смерти меня совсем не радовала. Не похоже это на обещанную вечную жизнь. И сколько это удовольствие стоит? Девушка вытащила прайс-лист и в глазах зарябила от количества нулей. В связи с юбилеем, менеджер многозначительно помахала пальцем, цена снижена на 20%. Полный комплект услуг вам обойдется лишь в 70 тысяч долларов. Увидев мои взлетевшие брови, она торопливо продолжила. Однако всего за 25 тысяч можно заморозить только голову, а за 6 тысяч – образец вашего ДНК, и после того, как в будущем научатся клонировать людей, смогут вырастить вашего клона. Наши аналитики утверждают, что существует некая доля вероятности, что он сохранит часть вашей личности. Я ошарашенно уставился на нее. Бред какой-то. Похоже, тут просто выдаивают досуха людей, цепляющихся за последнюю надежду. Впрочем, официальная медицина грешит тем же. В конце концов, их цель – зарабатывать деньги, а не делать нас здоровыми. Я подумаю. Решив, что этот аукцион невиданной щедрости и радужных перспектив пора заканчивать, я встал. С девушки на секунду спала маска профессионального продавца, она протянула мне руку и посмотрела прямо в глаза. Глеб, мне почему-то кажется, что у вас все получится. Держитесь. Я вам еще перезвоню, чтобы узнать о вашем решении. Быть может, удастся выбить дополнительную скидку. Спасибо. На секунду я замялся, отыскивая глазами бейджик. Спасибо, Оля. Прорвемся. Я улыбнулся, на мгновение задержал в руке бархатную девичью ладошку, а затем, с сожалением, разжал пальцы, развернулся и торопливым шагом вышел из переговорной. Интересная девушка. С двойным дном. Еще вчера я попробовал бы познакомиться с ней поближе, может, чего и выгорело бы, но сегодня... Чертова болячка.